Вчера, 16 ноября, на Нарском шоссейном пограничном пункте участковые констеблия Нарского констебельского участка провели акцию по раздаче светоотражателей всем пересекающим российско-эстонскую границу. Светоотражатель может спасти жизнь пешеходу. Именно такое название одновременно и девиз был у вчерашней акции. Как рассказал нам начальник полицейского отдела Департамента полиции погранохраны Сергей Андреев, подобная акция проводится уже не в первый раз и является традиционной для этого времени года. Данная акция проводится совместно с Мантамент и полицей Переволвамент. Каждому, кто заходит или выходит из границы, Эстония, Россия, был подарен отражатель и также хотели бы получить от людей, знают ли они, умеют ли они пользоваться данным отражателем. Как вы видели сами здесь на границе, многие люди даже не знают, с какой стороны отражатель носится и что отражатель вообще может спасти жизнь нашим пешеходам. Светоотражатель может спасти ваших пешеходов. Сегодня дарим вам отражатель. Хотелось бы спросить, вы знаете, куда его вешаются? Да, сзади. Светоотражатель – это нехитрое устройство обеспечения безопасности в темное время суток. Главное свойство светоотражателя, еще его называют катафотом, отражать в разные стороны улавливаемые пучки света. Данную технологию широко применяют в дорожном строительстве и транспорте. Хотя местом изобретения катафота принято считать Великобританию, светоотражатель весьма популярен и в Эстонии. В нашей стране наличие на верхней одежде отражающих элементов не только активно используется специальными службами, но и рекомендуется всем жителям Эстонии. Данный отражатель очень важно носить в связи с тем, что вы знаете, что он отражает свет, который исходит от автомобиля, и водитель, который двигается по дороге, видит пешехода за 300 метров до него. И с этой целью он может отреагировать, снизить скорость и не случится дорожно-транспортное происшествие. По статистике, когда ввели пользование светоотражательной, дорожно-транспортное происшествие снизилось почти в два раза. Для более эффективного использования светоотражателя очень важно закрепить его согласно рекомендациям с составленными сотрудниками дорожной полиции. Наверное, всем водителям знакома ситуация, когда человек, движущийся в темное время суток вдоль дороги, остается невидим до самого последнего момента. Именно поэтому настоятельно рекомендуется распорядать светоотражатель на правой стороне одежды, закрепляя его на 20 сантиметров выше колена. Вы сами сегодня слышали, что все-таки большинство людей говорят о том, что светоотражатель нужен. В дневное время, если вы ходите в куртке, его легко убрать в карман, как вы сегодня наглядно видели. То есть около кармана он прикрепляется 20 сантиметров до колена, чтобы было виден машину, которая движется по дороге. И в дневное время спокойно можно убрать в карман. Следует отметить, что во время вчерашней акции светоотражатели не просто раздавались, но и непосредственно закреплялись на одежде тех, у кого они все еще отсутствуют. Также проводились разъяснительные беседы о том, для чего нужны светоотражатели. С Нового года вступают новые изменения, вступает новый закон о дороге, согласно которому пешеход обязан носить светоотражатель в темное время суток, в условиях недостаточной видимости, не только за пределами города, но и также именно в городе. Потому что действительно светоотражатель помогает водителю вовремя заметить пешехода и правильно реагировать. О том, как сами люди относятся к ношению светоотражателей, мы расспросили участников вчерашней акции. Раз так здорово, напомнили, подарили. Сейчас разу повесим. Очень нужно, очень. Я, конечно, пешком очень редко хожу с мужем на машине, но всегда видишь, кто идет с отражателем, и это очень помогает, конечно, водителям. Здорово. Ну, если я так положительно, просто я не понимаю, почему в городе надо носить это. Вот это меня не устраивает. Ну, я пусть вот одет просто. А кто-то идет в фирменной одежде, то есть все. Фирму-то почему-то не выпускает, я должен навешивать на себя. Так гордно, я считаю, нужно. Но в городе это... Я считаю, что человек некрасивый будет. Выглядит с этим побрякушком. Внешний вид мы сами должны себе делать. Они вот этим не испортят. Да, это не ясно. Главное, что у тебя в голове. Отлично, да. Бывает, что ты то в другом кармане оставишь, то еще где-нибудь. А так вот... Очень хорошо. У тебя даже на коляску попался. Теряются зачастую. Где-нибудь терраса оторвется. Это же предохраняешь себя. И себя, и водителя. И водителя, да. Да, так что... Не дай бог, что-то случится. И все тогда... Очень хорошо, положительно. Вообще приятно. Вы считаете, нужно носить положитель? Обязательно. На самом деле, очень нужно, да. У моего ребенка есть, а я вот нарушаю. Много друзей из Санкт-Петербурга приезжают и даже берут, но вот как сувениры. Там же не обязательно носить. То есть абсолютно, в курсе, даже наоборот. Я как водитель, я тоже знаю. Это езжу темно, когда очень нужно. Это вещь. Я езжу по России, там еще такого нет. Очень плохо. Здесь это хорошо. Ой, положительно, положительно и просто положительно. Чаще бы такие акции были. Я тем более сейчас как раз на Петровске переходила. Но надо же мне отражатель был с другой сумки снять. Вы представляете, прямо как это... Нормально. Я считаю, что это вообще очень нужное дело. Особенно, конечно, для детей, для пенсионеров. Если взрослый человек, он такой возраст, даже как я, да, он еще справляется, как бы видит в темноте, то вот, особенно дети и пожилые люди, это для них очень важно. Я считаю, что это очень нужное дело. Спасибо полиции. Спасибо всем, кто спонсирует это дело. Спасибо нашей эстонской полиции, так как у нас друзья есть в России, и родственники остались. Так вот они просят, чтобы мы их спонсировали из Эстонии в России. У них такого нет. Нету.